Всем привет, друзья! Сегодня говорим о тренере, который в одном поединке может найти выход из сложного положения, а потом сам себе завалить его камнями. Дамы и господа, Ника Ковач. Но перед Ковачем обсудим еще две коротенькие темы. Начнем с новости, ради которой мы все сегодня здесь и собрались. Ага, кого я обманываю, на самом деле многим уже все равно. Весь мир не спал почти двое суток и ждал, что же там с матчем Риверплейт Бока Хуниорс, а его опять перенесли. Не знаю, как у вас, а у меня уже почти ничего не осталось от того чувства ожидания великого противостояния. Это будет, ну считайте, как подарок на день рождения, который подарили вам спустя неделю после дня рождения. Спасибо, конечно, большое, но атмосфера какая-то уже не та. Мы, конечно, посмотрим этот матч и поговорим о нем здесь, но это будет какой-то уже искусственный финал. И как бы он не закончился, все равно будут разговоры о том, как фанаты сорвали на самом деле настоящий финал. И любой рассказ об этом поединке на любом ресурсе этого мира будет начинаться со слов об этих фанатах. Везде будет так. Везде, но не у меня. Уже завтра Ювентус, на которого никак не повлияло поражение от МЮ, принимает дома в Лиге Чемпионов Валенсию. Задачу Юва еще не решил, а значит нет причин для какой-либо расслабленности. А у Роналду есть еще незаконченное дело с Кокленом. А для новых игроков компания Марафон предлагает повышенный коэффициент на победу Ювентуса в этом матче. 24 ноября Жозе Мауриньо сказал, что до конца 2018 года Манчестер Юнайтед будет в топ-4 АПЛ. Он, правда, не сказал, какие для этого имеются основания, но если тренер обещает, значит так и будет. Просто так же балаболить он, конечно же, на себе позволить не может. Но уже через день Манчестер Юнайтед сыграл дома в ничью с Кристал Пелос 0-0. Что вы понимали, последний раз Манчестер Юнайтед не забивал у себя дома в матчах с Кристал Пелос еще когда мой отец не родился. Последний раз Кристал Пелос брал очки на Олд Траффорд еще когда я не родился. Это уже очередные нацатые 0-0 на Олд Траффорд за последние несколько лет. Ни на одном другом стадионе я не наблюдал большего количества такого результата. И опять же, как и после каждой вот такой сухой ничьи, Жозе Мауриньо после матча рассказывает о том, как его команда играла сегодня без агрессии, без вдохновения, без сердца, мало прессинговала он слово сердце, почему-то употребил несколько раз после поединка, непонятно, зачем это, что там за проблемы, неужели он взывает к какой-то духовности у футболиста, вот сердцем надо играть. Но эти все претензии, они к кому? Не к самому ли себе? Кто виноват, что команда играет без агрессии? Кто виноват в том, что команда какая-то не мотивирована? Кто ее не мотивировал? Конечно же, главный тренер. Кто виноват в том, что команда мало прессингует? Ну, как бы, конечно же, главный тренер. Нужно было донести это в перерыве, если сначала не поняли, чтобы команда прессинговала, и все эти претензии, по сути, только к самому Мауриньо и можно развернуть. И вот я подумал, а что теперь-то дальше обещать Жозе Мауриньо? Может быть, все-таки не к концу 2018-го, давайте хотя бы к январю? К концу января 2019-го Манчестер Юнайтед точно войдет в топ-4. Дай себе хотя бы какую-то фору Сеу Жозе. Ну и рассказ о матче Бавария. Фортуна я позволю начать себе с персоналей. А точнее, с одной персоны. Ренату Саншеш просто не должен здесь находиться. Он не для Баварии игрок, он так и не созрел для большого футбола. И не зря Ренату Саншеш не попадал в основу даже Суонси. То есть там тренер не особо верил в его талант, а здесь и сейчас Никуковач обязан его использовать, потому что многие футболисты основные травмированы. Но Ренату Саншеш совершенно сюда не подходит. Да, да, если посмотреть на статистику после матча, вы офигеете от процента точности передач Ренату Саншеша. Там 90+, чуть ли не лучший в матче. Но тот, кто смотрит поединки, тот прекрасно понимает, что это за передачи. Это неудобные передачи. Это засунуть туда на партнера в борьбу куда-нибудь. И это в статистику учитывается как точная передача в ноги партнеру, но по сути это максимально неудобный пас, после которого партнер зачастую теряет мяч. Кроме того, Ренату Саншеш не способен принять решение в критической ситуации. Он начинает убирать под себя по три раза на одном месте, пока три соперника не заберут у него мяч. Не работает там очень быстро мысль, чтобы куда-то в сторону раскинуть. А ведь это игрок центра поля. Это должно у него работать. Ну и кроме того, ноль отборов за поединок у футболиста в центре поля. Это очень красноречиво. И когда ему пробрасывают между ног, это тоже очень красноречиво. Вывод по Ренату Саншу сейчас такой, что он по-прежнему играет в детский футбол. Невероятного таланта футболиста. Невероятного, но он вообще не готов к взрослому футболу на топ-уровне. Это человек, который перенес детский и юношеский футбол на взрослый уровень. А здесь дяди играют по-другому. Что касается самого матча, то Бавария забила два гола один за другим. Но по сути это один гол после углового. А второй гол из-за того, что крайний защитник, который не участвовал в эпизоде совершенно, не выдержал линию офсайда. То есть голы голами. Гол всегда одинаков. Не важно, кто и как его забивает. Но после этих двух мячей, которые не были разыграны, так скажем, сложилось ложное впечатление того, что у Баварии все в порядке. И после того, как Фортуна пропустила два мяча, она, разумеется, поникла. И подумала, что кто мы такие, чтобы отыгрывать на Альянс-арене у Баварии два мяча. Но постепенно Фортуна нащупала слабое место Баварии в этом поединке. По сути, только третий мяч Баварии был сыгран. По-настоящему там они разыграли, сбросили удар, пожалуйста. Но счет тогда уже был 2-1. В конце первого тайма Луке Бакьо забил свой первый мяч в этом поединке. Свой первый из трех. Ворота Мануэля Нойра. Уже тогда Центр обороны Баварии показал, что в этом матче он будет исполнять исключительно Шапито. Там Зюля понадеялся на Буатенга. Буатенг просто симитировал борьбу. И это гол, за который главные тренеры потом очень сильно вставляют. Потому что не бороться внутри своей штрафной площадки нельзя. Имитировать борьбу нельзя. Но во втором тайме, как я уже сказал, Бавария сыграла свой гол. Они забили третий. И какие могут быть вообще вопросы? Все, 3-1. Снова разница в два мяча. Играем дома. Команда приехала чуть ли не со дна турнирной таблицы. Но Шапито просыпается снова. Бавария играет в очень высокую линию обороны. Никакова показал, что матч против Баруси это как бы уроков никаких. Но понимаете, чтобы была высокая линия обороны, нужно, чтобы у тебя центральные защитники были быстрые и неленивые. Жером Буатенг максимально ленивый человек. Когда Лукебакью забивал свой второй мяч, он выбегал один в один. Буатенг разрешил ему это сделать. Буатенг прекрасно видел, что вне игры быть не может, потому что Лукебакью у него перед лицом. И в последний момент, в момент передачи, Жером Буатенг вместо того, чтобы побежать назад и выиграть этот забег, потому что у него даже есть фора в метр, он пытается сделать попытку искусственного офсайда. Просто делает шаг, Лукебакью уже там. В момент передачи никакого офсайда. И Зюле, беги, беги. Я тут накосячил, Зюле, беги, пытайся как-то его достать. Жером Буатенг будет просто отдыхать, как батя в центре поля, а Лукебакью будет делать дубль. После счета 3-2 Ковач убирает Ренату Санчеша. Ренату Санчеша публика освистывает. Хотя, если посмотреть на его статистику, там все более-менее нормально. Но люди же не слепые, люди понимают, в чем дело. В центр поля перемещается Кимих. И все это работает. И Бавария нажимает. И Бавария лучше держит мяч, намного лучше держит мяч, когда в центре поля Кимих, а не Ренату Санчеш. Создает какие-то моменты. И все, что надо было Баварии в этом матче, потом, после ухода Санчеша, это, чтобы Роберт Левандовский просто попал в пустые ворота. Перед ним были пустые ворота, и он ударил выше. Вот здесь забивает четвертый мяч. И все бы говорили, что Никаковач все просчитал, и вовремя убрал Санчеша, передвинул Кимиха, выиграли 4-2. Какие могут быть вообще вопросы? Но Левандовский не забивает, а дальше происходит то, что я понять вообще не могу. Потому что матчи сборной Германии в Германии смотрят вообще. Как они это делают? Стабильно, на каждых выходных кто-то из хороших тренеров, хороших клубов делает вот такую вот ерунду. В конце матча, когда Бавария владеет мячом, когда вышел Робен, там Кимих в центре, и они держат мяч и не отдают вообще его фортуне, Никаковач решает убирать Томаса Мюллера и выпускает Мацахумерса. Выпускает его в опорную зону. На последние две минуты всего лишь там, две-три минуты, Мац Хумельс, этот великолепный мастер передач, который, конечно же, как только родился, сразу все поняли, что это второй Иньеста, он вышел в центре поля и своим, по-моему, единственным касанием в этом матче, а если не единственным, то первым так точно, взял да и засунул мяч Робену. Засунул его так, как не может засунуть даже Ренату Саншиш. И Робен теряет там мяч, и все, контратака, и опять же Ром Буатенг проспал этого нападающего, и Зюля, беги, беги, потому что я не бегущий совершенно. И 3-3 на 93-й минуте поединка. Виновник, очень большой виновник, кроме вообще Буатенга, сам Никаковач. Что он сделал на эту концовку? Зачем на эти две минуты ломать все? Непонятно, когда ты с мячом, когда игра полностью под твоим контролем. Что он сделал? Просто жесть. Жером Буатенг сказал перед игрой, когда у него спросили, что вы думаете по поводу лидерства Баруси, он сказал, что что за вопросы такие? Что это вообще? Если Баруся выиграет 6 чемпионств подряд, обыграет Баварию со счетом 5-0, вот тогда мы будем говорить, что Баруся сейчас сильнейшая в Германии. человек, человек, из-под тебя забивают 3 мяча. Вот когда не будут забивать, вот тогда и будешь рассказывать вот такие вот вещи. Потому что конкретно сейчас ты гораздо хуже, чем молодые, неопытные по мировым меркам защитники Дортмундской Баруси. Они выглядят поувереннее, побыстрее, помобильнее, и у них меньше понтов, и как следствие Баруся на первом месте. Поэтому Жером Буатенг должен спуститься немного на землю. И сейчас есть много слухов о том, что его там хотят куда-то купить, куда-то продать. Я бы подумал 300 раз, нужен ли такой защитник в другом топ-клубе. Да, Ковачу не везет очень сильно с травмами сейчас. Потому что центр поля Мартинес-Тиаго Хамес выглядит куда лучше и сильнее, чем центр поля Мартинес-Горецко-Санчеш. Это очевидно. И если бы те ребята были бы готовы, если бы они играли в составе, Бавария играла бы куда лучше. Просто за счет класса футболистов, которые на поле. И тогда бы Бавария выигрывала, и все бы говорили, что у Ковача все получается. Но когда ты сам берешь и уничтожаешь за несколько минут все то, что неплохо работало полтора часа, здесь винить некого. И валить эту самую вину вообще не на кого. Три тура подряд без побед, пятое место, и минус 9 очков от дортмундской Боруссии. А в чемпионате, где играет не 20 команд, а 18, и туров не так много, как в остальных чемпионатах, любое очко на вес золота. Терять их просто нельзя. А Ковач их не просто теряет, а разбазаривает. Вот не складываются, пока у Ковача отношения с Фортуной. Пока ничего лишнего не делаешь, и Фортуна к тебе лицом. А как только начинаешь вмешиваться, Фортуна отворачивается. И делает счет нечейным. by фортуна Я спорю